когда близости через чур становится очень плохо и наоборот когда этого не хватает люди готовы идти на любые подвиги все что когда-либо происходило в мировой литературе неважно между родными людьми или нет было связано с тем что кто-то хотел быть вместе или эту близость сломал вот и все здесь важно внутреннее ощущение мира потому что природа человека двойственна с одной стороны он должен быть с кем-то с другой он все-таки должен быть один редко кому удается быть вместе и при этом сохранить себя студенческие годы у меня был один преподаватель профессор который внушил мне одну простую истину он говорил что настоящего мужчину можно определить по двум вещам по его отношению к книге и по отношению к женщине сам он всегда прежде чем взять книгу шел мыть руки и для меня стало правилом на всю жизнь трепетно и с уважением относиться к книгам и конечно же к женщинам испытаниями душа крепнет единственный рецепт для любого дела быть искренним когда ты увлечен делать что-то искренне тогда все получается детство это самое важное самое потрясающее время в жизни человек ты становишься на углу оживленной улице и представляешь что тебя здесь нет вернее тебя нет вообще пешеходы идут сигналят машины открываются двери магазинов сменяются пассажиры на остановке то есть в принципе мир продолжает и жить и без тебя понимать это больно но важно все значительные сражения происходят внутри нас он боюсь оказаться включенным в корпорацию боюсь потерять память и чувство меры также растратить время впустую взять себя за горло я не позволю никому в том числе и жизни хотя я фаталист но фатально не жизнь а судьба есть точка где ты обязательно существует закон сохранения энергии ничто не исчезает бесследно и ничто не берется из ниоткуда но понять насколько велики потери и приобретения можно лишь спустя время наверное самое страшное потерять то из чего ты состоишь за все надо платить за успехи утратой свободы но успехи то ведь сомнительные не абсолютные они содержание жизни не наполняют зато ты вдруг становишься зависимым от ненужных людей телефонных звонков а свобода самое важное что есть у человека мы не свободны от воспоминаний старых замыслов и страхов то есть мы не свобода не от прошлого не от будущего не от того что мы делаем так и должно быть но то что мы делаем должно быть новым есть малый и большой джихад внешний внутренний враг главное справиться с внутренним врагом с самим собой все взгляды гражданские политические любые укладываются в два простых слова не прогибаться конечно эта мечта заниматься любимым делом да еще и деньги за это получать это редко кому удается и на западе у нас большинство людей в мире по 8 часов в день проводят на нелюбимой работе 8 часов треть жизни потом они 8 часов спят еще треть жизни и еще немножечко времени у них остается на то чтобы пройти по магазинам посмотреть телевизор и детишкам указу состроить вот и вся жизнь даже если ты прав то это вовсе не значит что тебе будут верить за правду над бороться то чем становишься происходит в первые 16 лет жизни у меня вообще иногда кое-сумасшедшее ощущение что мы с тобой два разных характера одного человека мы как два брата-близнеца разлученные в роддоме и встретившиеся через много лет кое-что сложно но кровь то родная ты для меня абсолютная судьба и я в тебя очень верю верь и ты мне знаешь вся эта так называемая бурная жизнь как мобильный телефон куда не пойдешь везде трень 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 но не волнуйся же ты так если действительно кому-то нужен то найдут тебя что же ты все время на крючке подвешен сегодня я думаю что с тобой что-то случилось аварии ли что-то еще я знал что нельзя об этом думать но это было почти так же страшно как мысль о том что ты меня можешь не любить и честно говоря даже страшнее я просто стал молиться богу и даже согласился на то чего так боялся вчера лучше ты не будешь меня любить каждый человек задумывается о смерти каждый человек задумывается о боге я просто не считаю нужным об этом говорить все мы в россии на западе ищем внутреннюю свободу ищем источник сил мы поехали туда потому что сегодня именно там главное место мира где происходят события крутятся деньги снимается кино живут звезды данила бодров должен был появиться там но где она эта сила трудно сказать я думал внутри человека понятно же что не в америке сил это там как раз и нет я все время думаю если на самом деле такой человек молодой парень как данила или постарше дембель или служит еще где-то живет в каком-то небольшом городке и смог бы кто-нибудь так же как он не имея ни денег ни связи ни языка отправиться на другой конец земли просто потому что надо помочь брату армейского друга да и никто его не просил и он никому ничего не обещал у него что дел своих нету или время девать некуда зачем почему ответ существует потому что так надо по-другому просто нельзя это же ясно значит он есть наверное такой да точно есть хочется быть на него похожим не знаю мне лично хочется другой вопрос вот смог бы то ты так же так как он у меня вообще странное к нему отношения он и похож на меня и не похож и проще чем ты взрослее вроде но в общем действительно брат любой кусок жизни имеет значение важно уметь извлечь смысл если с интересом и любовью воспринимать то что вокруг тебя тогда все будет выстраиваться в некую конструкцию ты можешь еще не знать что какая она будет какая у нее будет труба и наличники на окнах но надо понимать что это некое целостное здание самый интересный опыт всегда последний лучшем случае предстоящий если это не так то скорее всего ты двигаешься по ложному пути я не знаю как люди умирают мы видим это но сами не умираем а когда умираем то это видит кто-то другой есть вещи которые не нужно знать о которых не нужно думать о них никто ничего не знает ты знаешь первый раз в жизни мне хочется иметь свой дом заботиться об этом что-то для этого сделать я все время думаю про то как мы будем жить мы с тобой очень родные и очень похожие люди с одной стороны это трудно зато в самом главном мы с тобой чувствуем одинаково и понимаем друг друга в самом важном я правда не знаю как люди расстаются но не живут же они в самом деле несколькими жизнями смерть однозначно а любовь нет и ее неотвратимость заложена в самой модели жизни собственно неотвратимость смерти тоже есть свои правды а есть одна безусловная для всех если твоя правда действительно правда то она никогда не будет другой а будет частью той общей конечно если мы подразумеваем именно правду они интересы если человеку пришлось умереть то тот кто его любил не перестанет любить это очевидно во вторых обратного видимо быть не может я не знаю как заканчивается любовь если любовь заканчивается видимо это не она количество добра и зла в мире всегда одинаково и если сейчас зло воплощено в виде гунов и с черными бородами то так и должно быть с этим злом можно бороться но количество его в мире не изменится я всегда и везде говорю я не артист я не артист я не артист а мне не твой артист а я артист это совсем другое это другие люди другая конституция роли для меня это не профессия это поступок который совершаешь я очень трепетно отношусь к таким каким-то главным ценностям может это и неправильно но я не думаю что норма это когда человек хороший кто сказал что люди должны быть хорошие честные искренние почему они должны радоваться и улыбаться нам нормально это когда люди обманывают лукавят ищут себе какие-то блага и тогда все остальное выходящее за рамки этой нормы когда человек сказал тебе спасибо не соврал поддержал тебя сделал что-то хорошее хотя мог этого и не делать при условии что ты не зависишь от него а он от тебя вызывает большую радость ликование вообще делает мир прекрасным говоря о патриотизме я имею ввиду именно это ощущение единства с людьми с которыми живешь в одной стране как говорится только в детстве у человека появляется интерес к спорту а если он не появился то человека тянет к алкоголю и прочей дряни время одна из тех вещей на которые мы не в состоянии повлиять единственное что мы можем сделать это наполнить наши дни сделать их длиннее шире и средство одно любовь и внимание к окружающим мне интересно жить интересно разговаривать с таксистом проституткой которая сидит в этом баре гулять смотреть на лица магазинах заходите смотреть хорошее кино читать хорошую литературу потому что везде 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 есть то что тебя радует мужественные поступки совершать труднее чем постыдные но зато они делают тебя сильнее когда меда найдешь видишь больше интересных лиц больше мыслей в голове родиться свобода хороша только когда и пользуешься интересно разговаривать с таксистом с проституткой которая сидит в этом баре гулять смотреть на лица магазина заходить смотреть хорошее кино читать хорошую литературу потому что везде 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 есть все то что тебя радует один мой друг любил цитировать быть щедрым как пальма а если не можешь быть как кипарис благодарным и строгим здесь важен момент в смирении а если не можешь оказывается такой эпиграф по был предпослан какой-то повести напечатанной в 70-е годы в журнале юность также он любил повторять делай что любишь и люби то что делаешь я соглашусь с тем что это наверное и счастье я опасаюсь заявления типа наше время пришло теперь наше время это ложная формулировка никто не возьмет на себя ответственность за время это четкий закон ты берешь чтобы отдать и отдаешь чтобы потом взять конечно суеверия грех но есть какая-то кармическая ответственность это тысячи раз было проверено выстрел на экране в настоящей жизни равняется поступку слову или мнению из этого состоит жизнь сергей бодров